Тусовка стендапа для меня это первое общество, грубо, сейчас будет, здоровых людей. Он не стесняется своей болезни и другим смущаться из-за него не советует. Влад Ворсин – один из 12 постоянных резидентов стендап-клуба «Алтай». Пишет шутки три года, а с появлением стендап-дома стал пиарщиком. Должность, говорит, условная. Все решают вместе, помогая друг другу на пути к зрителю. А там у каждого своя цель. Мне было важно и до сих пор остается важным, чтобы люди обращали внимание на меня как на человека прежде всего. И если они могут смеяться над моими какими-то особенностями, то сейчас они их принимают. То есть они ставят меня наравне с собой. Стал свободнее, это факт, это видно по галстуку, я начал носить галстуки. Илья Афанасьев – один из самых опытных комиков. Он на сцене пять с половиной лет. На третьем курсе очень хорошо учился, что я сделал все до четвертого. И у меня на четвертом курсе нечего было делать просто. И я начал, я думал, куда мне поступать. Я хотел поступить в магистратуру на философских факультетах, начал изучать философию и пришел к тому, что мне надо заниматься стендапом. Комедию воспринимает как ремесло и то, без чего уже не мыслит. Для бэкграунда пошел в Питере и Казахстане. В публике первого признаются, есть набизм и театрализованность. Казахская аудитория чтит традиции и блокирует какие-то обсуждения. А на Алтае все родное, и он не находит для себя запретных тем. Когда у меня был концерт в Биске в том году, мне приходил отец на стендап. У меня про отца где-то минут, наверное, ну семь есть. И там типа не про то, что он отличный семьянин, а про то, что он жесткий человек и так далее. Ему все понравилось. Потому что отец шарит. Если ты в целом говоришь о чем-то со сцены, допустим, про своих родственников или про своих друзей, это твоя любовь. Но спокойно это принимают не все. Некоторые зрители тоже бывают не готовы к определенным темам или откровениям комиков. Хотя личное в этом деле и цепляет. Сейчас к нам приходит достаточно возрастная аудитория. Есть даже люди, которые приходят с мамами, с папами. К нам приходили люди из органов управления, из администрации к нам приходили, из отделов полиции. Но не с заделом того, что проверить, что у нас что-то не так. Но они же тоже просто люди. Они просто такие, о, вечером в стендап, мы сходим, развеемся, послушаем шутки. По мнению Егора Кулагина, запретных тем в комедии не должно быть. Ведь комики не ставят задачу высмеять. Они еще и предлагают решение, объясняет он. В обычной жизни Егор занимается моделированием и дизайном. А вечерами выступает на сцене и заканчивает подготовку первого сольного концерта. Провести черту первого сольника мечтают все резиденты. Годами собирая и шлифуя материал. Мы вечно ищем повод для шутки. И это даже в обыденной жизни уже просто стало нормой. Ты с кем-то гуляешь и просто до каждого слова, действия докапываешься такой. Ты так сделал, ты так сделал. И тебе уже говорят, да хватит просто перестать. Ты не на стендапе. С появлением дома стендап-мероприятий в Барнауле стало больше. А комики не ограничены в творчестве. Этот зал вмещает 60 человек. Надеемся, скоро клубу придется подумать о расширении. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, День с толком.